добрый вечер добрый день эта программа особое мнение вы на канале живой гвоздь но это в общем и так понятно я ольга бычкова с особым мнением сергей пархоменко привет добрый день надеюсь что слышно видно понятно заметно очевидно и так далее в общем я тут в эфире привет дорогая ну и я как-то в последнее время приспособилась начинать эти эфиры с чего-нибудь смешного с каких-нибудь новостей по рубрикой под рубрикой поржать но тут такая история которая не то что поржать а вообще просто недоуменно чесать в затылке и думать а что это вообще такое было я имею ввиду историю про христа грозева который то ли угонял самолеты то ли сотрудничал с фсб то ли сотрудничал с украинскими спецслужбами то ли занимался еще непонятно чем вот я тебе скажу честно я прочитала почти все что было написано на эту тему я ничего не понимаю я тоже много чего прочитал мне кажется я понял я думаю что эта история такая не очень простая она требует внимательности требует сопоставления разных частей ее и тогда в общем все становится понятно значит есть одно общее обстоятельство оно заключается в том что действительно в условиях войны которая происходит в современном мире в том мире в котором есть много коммуникаций много социальных сетей когда у каждого солдата у каждого офицера у каждого генерала и у кого вообще у кого угодно в кармане мобильный телефон война происходит и там тоже она происходит и в коммуникациях и совершенно очевидно что обе стороны и участники боев и с одной стороны и с другой они находятся под постоянным давлением присмотром противоположной стороны и в этой ситуации они подвергаются иногда и попыткам какой-то вербовки какого-то воздействия тогда и в общем я совершенно не удивлен тем что я узнал что скажем летчики а понятно что в современном мире это особо важная как бы часть армии это люди элитные страшно дорогие они управляют невероятно дорогой техникой невероятно важной на войне летчики подвергаются постоянному давлению постоянной вербовки прямо скажем впрочем не только вербовки их еще и пугают и как-то пытаются их деморализовать и одних и других в общем ясно что это тоже часть современной современной военной тактики и современной военной практики вот и среди прочего существует решение украинского правительства и украинского президента о том что нужно стимулировать переход через линию фронта военнослужащих современной техникой и украинское правительство готово платить за эту технику и существует прям тарифы прямо известно сколько стоит перегнать танк через линию фронта на украинскую сторону сколько стоит перелететь на вертолете на самолете перегнать беспилотник и так на это на все есть определенные цены и идет бесконечные бесконечные давления уговоры и так далее вот это первое базовое обстоятельство которое хорошо понимает второе очень специфическое оно заключается в том что в украине некоторое время тому назад в прошлом году произошла очень громкая и очень серьезная такая разведывательная политика военная история многие ее помнят когда украинские спецслужбы попытались заманить на свою территорию группу людей которые в свое время вы наемников которые воевали в свое время на вот юго-востоке украины на территории всех этих самопровозглашенных донецких луганских областей потом они превратились профессиональных убийц бандитов и наемников и принимали так сказать заказы на свой труд уже других регионах мира и вот их попытались обманом завербовать как будто бы их вербуют для того чтобы участвовать в какой-то военной операции кажется в венесуэле а вместо этого они должны были оказаться на территории украины где и должны были схватить и придать суду операция это сорвалась на пол дороги сорвалась она сначала благодаря удивительной нетривиальной активности белорусских спецслужб поскольку эти наемники должны были лететь через минск и их в минске что называется приняли совершенно не знаю кто это откуда и зачем просто была подозрительная значит группа этих этих вооруженных людей а потом оказалось что это собственно люди которые уже совсем 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 одну ногу засунули в мышеловку и уже готовы были дальше лететь на украину это кончилось большим скандалом в украине потому что они до сих пор выясняют кто сдал кто испортил эту операцию и значительное количество людей как я понимаю участвовавших в ней либо сами ушли либо были вынуждены уйти либо их выгнали из украинских спецслужб за неудачу вот этой за участие в неудачной этой операции и теперь они если я правильно понял если я правильно соединил как-то все концы этой истории и теперь они пытаются но в какой-то мере реабилитироваться они придумали сложную схему в результате которой они должны были переманить на украинскую сторону некоторое количество российских летчиков вместе с их самолетами и они довольно далеко продвинулись по этой части а поскольку они действовали на свой страх и риск они от имени формальных украинских спецслужб то они связали с журналистами и предложили журналистам том числе христа грозиву как я понимаю снять фильм про это и как бы сделать из этого красивую историю красивое расследование сенсацию и все остальное и эта операция развивалась до тех пор пока в общем не стало понятно что по обе стороны от нее в этом участвуют спецслужбы и это превратилось такую игру двух разведок что довольно часто надо сказать случается в разных разведывательных историях когда агенты превращаются в двойных тройных начинают действовать под контролем начинают пользоваться этим каналом разведки для того чтобы передавать противнику разного рода дезинформацию и в какой-то момент эта операция превратилась во встречных встречный поток двух дезинформаций эти полузавербованные летчики были благополучно накрыты российскими спецслужбами начали действовать под контролем украинцы это поняли и с одной стороны из россии в украину начали поступать ложные сведения и всякая дезинформация связанная собственно с этими самолетами с теми маршрутами по которым они должны были приблизиться к украинским аэропортам снизиться и там как-то сдаться а с другой стороны навстречу потел поток потек поток такой же точно дезинформации по другому поводу по поводу расположения этих военных аэродромов подходов к ним систем пво и так далее и так и тут собственно вопрос заключался в том кто кого быстрее обдурит но присутствие в этом во всем журналистов причем очень высококлассных расследователей таких как христо грозев довольно быстро раскрыл всю эту систему потому что они благополучно например обнаружили что часть участников этой эпопеи а именно там какой-то момент появились какие-то девушки в качестве курьеров и в качестве так как бы подставных любовниц этих летчиков выяснилось что эти девушки известны своим сотрудничеством с российскими спецслужбами и обнаружилось это все теми же прекрасными способами которыми раз за разом снова и снова еще со временной истории со скрипалями раскрывают разнообразных агентов в российской разведке контакт разведки гру и так далее скрывают их при помощи так называемой пробивки то есть покупки на свободном рынке очень развитом в россии всяких баз данных баз данных телефонных биллингов баз данных паспортов автомобильных номеров все это очень так сказать изощренно научились сличать одно с другим и определять личность конкретную реальную личность тех людей которые под вымышленными именами и вымышленных ролях участвуют во всяких разведывательных и контрразведывательных операциях ну и в общем вот начали с этих девушек девушек довольно быстро раскололи довольно быстро выяснилось кто они что они сотрудничают с фсб и таким образом стало понятно что летчики тоже действуют под надзором действуют так сказать под под управлением спецслужб и на этом операции это прервалась на пол дороги так и не была реализована но это конечно интересный эпизод такой детективный эпизод соперничество двух разведок в котором оказались задействованные журналисты которых позвали все это снимать в прямом эфире и разоблачать в прямом эфире но совершенно неожиданно оказалось что их навыки здесь дополнительно пригодились потому что именно они обнаружили что речь идет об игре спецслужб они о вот этой вот реальной перекупки летчиков и техники конечно а я так понимаю что в результате вот этого кина который собирался снимать кристо грузиев его не будет да нет похоже что она будет во всяк случае грузиев все время говорит о том что кино мы доснимем и кино мы покажем и это будет увлекательное кино я нисколько в этом не сомневаюсь нужен сам процесс этого разоблачения это очень интересный процесс важный поучительный и процесс вербовки этих летчиков тоже потому что ведь началось же с того что их таки перевербовали это потом их по всей видимости накрыло фсб и дальше вот тех кого мы видим под видом этих летчиков которые вот участвовали во всяких постановочных съемках которые были сделаны фсб и или игру я не знаю какая из российских спецслужб в этом принимает непосредственное участие и показаны по российским пропагандистским телеканалам нет на самом деле никакой уверенности что это реальные люди скорее всего это уже какие-то другие люди которые исполняют роли этих летчиков на фоне техники которая исполняет роль тех самолетов о которых идет речь там давно уже это все все поменялось так что я думаю что кино будет и я думаю что это совсем не конец этой эпопеи я думаю что вот этот вот процесс покупки перекупки людей вместе с техникой он конечно будет продолжаться постольку поскольку возвращать с самого начала разговора эта война происходит не в какое-нибудь время в наше время не в каком-то месте а вот в этом месте а это значит что она очень компьютеризирована она очень телефонизирована в ней масса мессенджеров фейсбука twitter и разных прочих соцсетей и это не проходит даром это тоже становится частью войны это тоже становится частью игры противостоящих сил противостоящих разведок контрразведок противостоящих спецслужб противостоящих армии и в конечном итоге противостоящих правительств так что да мы увидим эти удивительные истории которые в былые времена были совершенно невообразимы и только какой-нибудь изощренный мастер детектива или изощренный сценарист для каких-нибудь сериалов мог изобрести такую историю а сегодня мы видим это все в реальности в наличии с участием живых настоящих людей ну поскольку это в этой истории слава богу никого не убили никого не отравили никто не взорван никто не в коме и ничего такого то будем считать будем считать что будем считать что эта история скорее смешная ну вот я хочу например тебе сказать что вот я сейчас в данный момент нахожусь в израиле и здесь очень много говорят о том что происходит в россии это уже не смешно ну то есть даже не похоже не смешно если просохнуть конечно потому что потому что здесь буквально всех об этом спрашивают кто хоть что-то может сказать на эту тему меня тоже спрашивают и основной вопрос зачем россии понадобилось внезапно закрывать организацию которая десятилетиями там работала и в общем наверное не нарушала никаких особенно законов до сих пор по крайней мере и что это такое мисс попытка давления желание там как-то что-нибудь подпортить в этих непростых условиях что это что это как это интерпретируется тут опять нужно отступить назад тут опять нужно посмотреть на эту ситуацию несколько более таким общим взглядом и понять что такое сохнут потому что я думаю что масса людей которые смотрят на это и читают про это они не очень понимают а собственно чего такой 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 сырбор ну еще одна нкоо еще одна общественная организация которая там ведет какую-то работу среди населения мало ли позакрывали повыгоняли разных общественных организаций из россии в том числе зарубежных и российских и совместных и каких угодно последнее время вон и она вообще уже закрыли практически все практически все уже в общем недавно сахнут едва ли один из последних иностранных организаций которая осталась в россии был момент когда одним рощерком какого-то чиновничьего пера из россии изгнали все так называемые немецкие партийные фонды это очень важная вещь очень важная часть германской политики каждая партия которая имеет сколько-то мест в бундестаге представлено в парламенте имеет право создать свой фонд для продвижения своих идей вот либеральная партия для продвижения либеральных идей там христианско-демократическая партия для продвижения идей христианской демократии и так далее и так И вот есть несколько этих фондов, это очень важные организации, они ведут огромное количество всяких проектов, поддерживают всякие гуманитарные связи, контакты, организуют всякие мероприятия и так далее, это очень важная вещь, но это всего-навсего, хотя и очень важные, хотя и поддерживаемые германским правительством, всего-навсего общественные организации. Сахнут это другая история, дело в том, что тут надо вспомнить, что смысл существования государства Израиль заключается в том, чтобы евреи собирались на Ближнем Востоке, собирались в своей земле обетованной, для этого вообще Израиль был создан, для этого Израиль существует и для этого Израиль нужен, как считают в самом Израиле. Это суть существования Израильского государства. Самое главное, что в нем есть, деятельность, связанная с тем, чтобы евреи со всего мира собирались в этом месте. И есть несколько организаций, которые непосредственно организуют эту работу, которые помогают евреям, живущим в разных местах, в разных странах, на разных континентах, осуществлять вот эту вот важнейшую функцию израильского государства, собираться и уезжать на, так сказать, историческую родину, вот в еврейское государство на Ближнем Востоке. Сахнут одна из этих организаций. И, ну, нельзя сказать, что без помощи Сахнута никто никогда не переедет в Израиль. Ну, есть огромное количество людей, которые эмигрируют в Израиль, совершают, как это в Израиле говорят, алию, то есть, так сказать, возвращение, воссоединение, без всякого Сахнута и даже не зная его существования, не пользуясь его помощью и вообще как-то сами по себе. Но известно, что Сахнут действительно оказывал довольно активную помощь тем, кому она нужна. Прежде всего, людям в стесненном средствах, людям небогатым, живущим не в столицах, а где-то в провинции. И, ну, вот я, например, знаю несколько случаев, когда люди, семьи уезжали в Израиль, и Сахнут им помогал, например, с перевозом багажа. Потому что, ну, если люди уезжают совсем с концами, то, ну, как-то много в чемодане не увезешь. А вот Сахнут готов был оказывать помощь в том, чтобы оплачивать там какой-то груз, там какой-нибудь контейнер, кто-то везет книги, кто-то везет какие-то дорогие семье вещи, кто-то везет, ну, не знаю, мало ли кто чего везет. Вот. Вот. И из таких обычных предметов быта. Вот Сахнут в этом помогает. Сахнут помогал также собирать документы, потому что, ну, для того, чтобы переехать в Израиль, нужно доказать свое еврейское происхождение. Да, это иногда бывает непросто. Нужно найти всякие старые документы, какие-то свидетельства о рождении, там, свидетельства о враге и всякое такое прочее. Сахнут помогал в этом. Я, опять же, знаю много людей, которые воспользовались их услугами, и они помогли. И это важнейшая часть, так сказать, зарубежной деятельности государства Израиля. Поэтому, чего я про это все вспоминаю? Поэтому любая попытка ограничить Сахнут, наехать на Сахнут, тем более удалить Сахнут с какой-то территории, это прямой удар по отношениям с Израилем. Это, ну, просто тяжелейшее оскорбление и тяжелейший ущерб, который можно государству Израиль нанести. Ничего страшнее нету. Вот таким образом осложнить процесс возвращения евреев, тех евреев, которые этого хотят, в землю обетованную. Ну и поэтому вопрос, зачем это делается российскому государству. Потому что объяснение про утечку мозгов, это смешно звучит. Я думаю, что есть два ответа. И один из этих ответов, он, как ни странно, связан вот с тем, что кажется тебе смешным, с утечкой мозгов. Россия в целом закрывается. Россия в целом уничтожает, обрезает, обрыбает любые общественные связи с окружающим миром. Она замыкается сама в себе. И один из, одна из примет российского тоталитаризма заключается в этом. Россия постепенно пытается существовать в отрыве от окружающего мира. Когда из России, в принципе, невозможно будет уехать. В конце концов, не только уехать, но и выехать. Временно, по делам, на лечение, на отдых, на учение, как угодно. В конце концов, право человека на свободное принадлежение является одним из самых главных прав, одной из самых главных демократических свобод. Россия отказывает своим гражданам в этих правах. Россия урезает эти свободы, постепенно сводя их на нет. И совершенно непонятно, почему эта конкретная свобода не должна быть этим затронута. Знаете, так, опять же, как евреи говорят, так не бывает, чтобы у всех суббота, а вот здесь вот, на этом месте. Среда. Да, это право тоже будет уничтожено, несомненно. И Россия движется в этом направлении. И нет ничего удивительного, что это принимает вот такие демагогические формы, что вот они вывозят наших самых ценных, наших самых важных, наших самых образованных, самых умных и всяких таких. Вместо того, чтобы задать себе вопрос, а что вдруг случилось? Отчего вдруг эти самые ценные, умные, образованные и так далее, что-то вдруг почему-то поднялись и куда-то отправились? Иногда и довольно часто это выглядит абсолютной трагедией, это ломает человеческие жизни, ломает быт, ломает связи, ломает историю семей. Это все дается крайне нелегко. Отчего вдруг это люди? Знаете, опять напоминает старую историю про то, как ее рассказывают обычно про режиссера Рождественского. Был такой замечательный, замечательный симфонический. Симфонический, да. Геннадий Рождественский. Геннадий Рождественский, да. Вот его вызвали, говорят, в очередной раз в обком партии ленинградской, тогда еще, после очередных гастролей. И сказали, вот товарищ Рождественский, вы знаете, что вот опять три скрипача, два волторниста и одна орфистка как-то остались во время гастролей по Европе и не вернулись в Советский Союз. Что происходит? Почему они от вас так бегут? Спросили у Геннадия Рождественского. Геннадий Рождественский сделал круглые глаза и спросил, от меня? Примерно это же и следовало бы ответить людям, которые сейчас говорят, что вот Сахнут как-то вывозит слишком много ценных людей. Не, ну слушай, это, конечно, следовало бы им ответить. Это следовало бы им, конечно, ответить, но я не помню, чтобы к каким-то другим организациям были претензии такого рода, там, американским ли, немецким ли, европейским. Были и такие претензии. Были самые разные претензии. Чтобы закрывали и немецкие фонды, и американские общественные организации, и европейские, и какие угодно, и последовательно закрывают разного рода культурные институты. Ну смотри, и одновременно, и одновременно у нас уже самые разные российские представители говорят, что они не довольны политикой Израиля, прежде всего, позицией в этой специальной операции с Украиной. Есть несомненно, в этом вторая сторона. И эта вторая сторона заключается в том, что российские руководства, собственно, Кремль, таким образом пытаются участвовать в израильской политике. И это, несомненно, так. И про это забывать тоже ни в коем случае не нужно. В России, в Израиле сложная политическая обстановка. Там страной правит такая довольно неустойчивая и хитроорганизованная коалиция. Там сменяют друг друга премьер-министры. По очереди они установили там такой специальный режим ротации. Вот, собственно, совсем недавно, 1 июля, очередной вот такой ротационный временный премьер-министр Яир Лапид вступил официально в должность. Ненадолго. Потому что 1 ноября там ожидаются очередные выборы. И совершенно очевидно, вот тут надо вернуться к ситуации, что нет ничего важнее в деятельности государства Израиля, чем содействие тому, чтобы собрать евреев на территории страны. И этот мотив, несомненно, будет частью избирательной кампании и частью предвыборной борьбы. И люди, которые сражаются против этой коалиции, а эта коалиция не очень приятна, как выясняется, для российского руководства сегодня. И Путин, конечно, предпочел бы видеть на месте израильского премьер-министра других людей, а именно другого конкретного человека. И мы знаем имя этого человека. Его имя, его имя Бенджамин Нетаньяху, это тот самый человек, который много-много лет был премьер-министром Израиля, и у которого с Путиным были чрезвычайно доверительные, чрезвычайно тесные и близкие отношения. И Путин, конечно, хочет его обратно. И нет никаких сомнений, что этот мотив будет использован в предвыборной борьбе и завтра, а может быть уже сегодня, мы услышим Бенджамин Нетаньяху, который говорит, вот видите, до чего мои политические соперники довели страну. Вот видите, до каких несчастий мы с вами дошли, в России уже прям сахнут, закрывают. Вот как все испортилось, вот как все сломалось. Проголосуйте за меня, выберите меня, я вам все починю. Я вам все устрою в лучшем виде, сахнут, вернут, никто не будет на него нападать, он будет работать, евреи будут ехать, все будет хорошо, и смысл существования государства Израиля останется нетронутым. Только, пожалуйста, за меня проголосуйте. Я совершенно уверен, что этот мотив существует, и я совершенно уверен, что таким образом российское руководство играет на лапу людям, которые противостоят сегодняшнему израильскому руководству. А это израильское руководство, в общем, конечно, медленно идет к тому, медленно, но верно, идет к тому, чтобы присоединиться к мировому сообществу в осуждении России, в ее агрессии против Украины, чтобы начать поддерживать Украину. До сих пор Израиль как-то хитро балансировал на этой грани, и как-то был ни туда, ни сюда, и пытался сохранить какие-то совершенно отдельные в этом смысле идеи, в значительной мере ровно потому, что Израиль всегда, и израильские политики всегда считают, что евреи, живущие в той или иной стране, в данном случае в России, являются в такой-то мере заложниками, и нужно все время думать о том, а что с ними будет, а как на них отразятся наши отношения, наша политика, наши решения по тем или иным кризисным проблемам. Поэтому Израиль занимал позицию такую несколько особую, но совершенно очевидно, что он сдвигается в направлении Европы и в направлении Соединенных Штатов в этом смысле, присоединяется к мировому большинству, которое совершенно откровенно и определенно осуждает Россию, считает Россию в этой ситуации страной-агрессором, страной-преступником, страной-террористом, который нападает и разрушает своего соседа. Конечно, заигрывание России с Ираном, который естественным образом является жесточайшим врагом Израиля, эти заигрывания тоже не могут здесь не влиять на развитие ситуации, на развитие отношения Израиля к России и к российским политическим всяким мотивам и кризисам. Понятно, что это тоже Израиль сдвигает в направлении от России. И вот в этой игре понадобился такой инструмент, как Сахнут, важнейшая для Израиля организация, вовсе не просто еще одна общественная организация, вовсе не просто какой-то, я не знаю, гражданский проект или что-нибудь такое, как иногда Сахнути думают. Это что-то чрезвычайно-чрезвычайно важное для вообще израильской идеологии, израильской политики и израильских взаимоотношений со всем окружающим миром, в том числе и с Россией. Ну, я тебе скажу, что здесь очень много голосов за то, что ответ на вот эти вот преследования Сахнута со стороны Израиля должен быть более конкретным и более твердым. И, с другой стороны, полезли все вот эти вот старые истории, которые как-то мы уже стали забывать, потому что там своим чередом шли какие-то процессы. Ну, вот это вот все, вот передача этого Александровского подворья и библиотеки, хренерсоны и так далее. Конечно, это вот все тут же полезные вот эти вот старые-старые болячки, к сожалению. Понятно, что у истории с собственностью Русской Православной Церкви или мнимой собственностью Русская Православная Церковь много чего считает своим, что на самом деле ей иным не является, я не знаю, как это сказать точнее, является неожиданной действительностью. Вот, да, вот так. Понятно, что тут много желающих воспользоваться этим конфликтом, много желающих как-то сыграть на этих интригах, и в том числе и Православной Церкви тоже таких людей достаточно, и эти проблемы, связанные с собственностью, это всегда большие деньги, это всегда денежные потоки, это всегда паломники, всегда эксплуатация вот этой вот индустрии паломников и так далее. Это всегда бывает чрезвычайно важным. Есть еще один мотив, в конце концов, которым, наверное, надо закончить эту тему, что вообще терроризм и антисемитизм связанные вещи. Вообще любой тоталитарный режим, любой, абсолютно любой, любой природой, любого происхождения в любые времена на любом континенте, в нем обязательно есть антисемитский мотив. Вот когда-нибудь найдутся философы, политологи, историки, которые объяснят это с математической точностью, но пока мы можем это только констатировать. Антисемитизм... Ханна Арендт уже объяснила это. Он лез из нацистского режима, германского, и мы знаем, чем это кончилось, это кончилось с катастрофой и Холокостом. Он лез из сталинского режима, он лез из советского режима, он лез отовсюду. Антисемитизм появляется всегда, когда к власти приходят террористы, когда к власти приходят не просто националисты, а нацисты в той или иной форме, они обязательно начинают среди прочих своих врагов обнаруживать и эту цель, и удержаться от этого не могут. И мы тогда обнаруживаем вот эти отвратительные антисемитские речи и в высказываниях Лаврова, который когда-то казался нам образованным интеллигентным человеком, а превратился вот в это ничтожество, этого негодяя, каким он остается сегодня. Мы видим эти речи в домских выступлениях, мы видим это в полубезумных твиттах каких-то ветеранов российских спецслужб или даже не ветеранов, а тех, кто пытается прикинуться таким ветеранам, типа сверхнувшегося и спившегося Медведева. Вот. Ну вот, собственно, это обязательно начинает оттуда лезть. Это генетически связано. Для некоторых это загадка, а для некоторых это просто факт, с которым как-то надо существовать и надо отдавать себе в нем отчет. Еще есть у нас одна тема, связанная с отношениями между Россией и отъезжающими из нее, но мы давай вернемся к этому через буквально считанные секунды, во время которых напомним нашим зрителям, что у нас прекрасного тут есть на этом прекрасном живом гвозде. У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал? Мжезинский. Мы продолжаем наше особое мнение на канале «Живой гвоздь». Сергей Пархоменко сейчас вернется к нам сюда. Я попросила его немножко перегрузить, чтобы было лучше качество нашего видео. Ну, собственно, сейчас мы будем спрашивать его, я буду спрашивать его в продолжении темы о тех людях, которые уехали из России, но продолжают находиться в отношениях с российским государством, так или иначе, с российскими работодателями. Пока возвращается к нам Сергей Пархоменко, я хочу напомнить нашим зрителям здесь на «Живом гвозде», что, друзья, я очень рада, что уже такое большое количество людей здесь находится с нами, но вы, пожалуйста, не забывайте ставить лайки всевозможные и как-то комментировать всё это в нашем чате. Вот я смотрю тут очень внимательно, что там происходит. Нет, 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 ста, ста, зы, 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 не выгнали мы гостя под шумок, никуда мы его не выгнали. Сейчас он к нам абсолютно очень быстро вернется. Так, а вот Сергей Пархоменко уже появляется, появляется, и появился только звук нам в ключи, потому что мы хотели бы услышать от тебя хотя бы ещё пару слов каких-нибудь. Итак, да, всё, отлично. Давай, всё, всё, хорошо, давай, продолжаем. Да, итак, люди, уехавшие из России, есть такая целая общая категория людей. Вполне возможно, что их тысячи или даже десятки тысяч – это люди, которые так или иначе по тем или другим соображениям уехали, но не прерывают своих отношений с Россией, в том числе и с работодателями. И вот теперь мы видим предложение по поводу того… Конечно, гораздо больше. Что? Этих людей, конечно, их, конечно, гораздо больше. Но я сказала осторожно, я сказала осторожно, потому что я вижу оценки самые разные. Да, ну на самом деле я вижу оценки другие, и на самом деле это измеряется уже и сотнями тысяч. Да, на этой неделе действительно появилась некоторая новая информация о том, что правительство России, Минфин, внёс в Думу законопроект об изменениях в налоговом кодексе. Они такие точечные, так сказать, хитрые, деликатные в нескольких разных статьях налогового кодекса. Но смысл вот в чём, по существу. Речь идёт о том, чтобы демонтировать привычную, стандартную, очень ясную, очень логичную до сих пор систему налогообложения в России в отношении людей, которые физически находятся вне территории России. Вот есть несколько стран в мире, в том числе, например, Соединённые Штаты, которые изначально свою налоговую систему строили таким образом. Если человек является гражданином Соединённых Штатов или даже располагает видом на жительство, на постоянное жительство в Соединённых Штатах, он в тот момент, когда он получает этот документ, подсывается в том, что любые его доходы будут облагаться налогом по американским законом и, так сказать, эти налоги будут идти в американскую казну, где бы он их не заработал и как бы это всё не произошло. И так вот под этот принцип построена вся американская налоговая система и вся деятельность американских налоговых органов, которые приучены и предназначены для того, чтобы реализовывать этот подход. В России это было совершенно не так. В России люди, которые живут и работают в России, нормальным образом платили налог в России, как российские налоговые резиденты. Есть такое понятие, как важно, чтобы наши слушатели не путали, скажем, проблему гражданства и проблему налогового резидентства. Можно иметь паспорт той или иной страны в кармане, но если вы меньше половины из 365 дней в году живёте на территории данного государства, вы перестаёте быть его налоговым резидентом. Вы налоговый резидент той страны, в которой вы проводите эту большую часть года. Больше половины она должна быть. Вот, значит, люди, которые являются налоговыми резидентами России, платят налоги в России. Люди, которые не являются налоговыми резидентами в России, платят налоги там, где они живут. А есть ещё такой промежуточный статус, когда нерезидент зарабатывает именно в России какую-то часть своих денег, тогда он платит здесь налог, там, где он эти деньги заработал, но платит его по гораздо более высокой ставке, не 13%, а 30%. И вот сейчас, когда сотни тысяч людей уехали из России, уехали очень спешно, и тогда, когда современные условия жизни, они, в общем, значительной части этих людей позволяют, даже физически переехав в другую страну, продолжать работать там, где они работали, продолжать выполнять свои служебные обязанности, потому что очень много сегодня есть возможностей для удаленной работы, и в конце концов, эпидемия ковида, она всех к этому приучила, и в этом смысле пошла очень на пользу, что многие как-то убедились, что совсем не обязательно собирать физически людей в рабочем помещении для того, чтобы организовывать какой-то рабочий процесс. И сегодня огромное количество работодателей в России говорят о своих сотрудниках, да нам вообще все равно, где они находятся, мы вообще за этим не очень следим, и нас, в конце концов, это не очень касается, пусть человек живет где хочет, нам важно, чтобы он делал свою работу. Вот он делает свою работу, мы продолжаем платить ему зарплату, и нам вообще все равно, где покоится его тело. И, соответственно, мы, как и прежде, из его зарплаты, являясь его так называемым налоговым агентом, удерживаем 13% подоходного налога и отправляем их в российскую казну, и какая нам вообще разница, откуда физически он производит эти рабочие действия. Так действовали одни. Другие работодатели поступали по-другому, они стали говорить, ну, человек уехал, пусть он там разбирается с налоговыми властями в той стране, где он находится. Это, в конце концов, не наше дело. Вот он живет где-то, вот пусть он там где-то платит свои налоги, мы не будем его налоговым агентом, мы с него ничего не будем удерживать, нас это вообще не волнует, мы платим ему, там, не знаю, гонорар, мы платим ему какую-то издельную плату, мы платим ему по договору, еще как-то там, вот мы ему заплатили, пусть разбирается, это мы не будем этим морочить себе голову. И вот сегодня российское правительство заявляет и тем, и другим. Нет, так не будет. Если ваш сотрудник живет за границей больше половины года и продолжает делать ту работу, которую он делал раньше, вы обязаны брать с него налог, но как с нерезидента. В смысле, как с иностранцем? Как с нерезидентом? Ну, переводя, да, переводя на российский ряд. Это странец. Да, так сказать, вульгарный язык, как с иностранцем, но в действительности правильный термин здесь, с нероссийского налогового резидента. Вот что важно здесь иметь в виду. А раньше никогда такого не было, да? Раньше такого никогда не практиковалось в России? Было достаточно ясное разделение этого, и российский налоговый кодекс не был как-то к этому предназначен. Ну, как-то человек работает в России, в российской компании, или в российском учреждении получает здесь зарплату как-то и платит здесь налоги. И, собственно, в чем здесь проблема? Это, конечно, идеологическая мера. Это, конечно, наказание. Это еще одна такая назло маме отрежу себе уши. Собственно, затея заключается в том, чтобы люди перестали уезжать, а результат будет прямо противоположным. Люди перестанут здесь работать. Люди поймут, что, к сожалению, так невозможно. Если мы уехали, придется и работать где-нибудь в другом месте. И Россия потеряет этих работников. А, между прочим, те самые работники, о которых больше всего беспокоится сегодня Россия, представители каких-то наукоемких и, я бы сказал, интеллектоемких. Да, IT всякое. Да, IT вот это. Инженеры и так далее. Не те, кто руками что-то вытачивает, выпиливает или подметает. Как-то они уехали, и они здесь выпиливать в России не могут. А вот те, кто работают головой, те, кто что-то придумывают, те, кто работают в сфере финансов, те, кто работают в сфере инвестиций, и те, кто работают в сфере высоких технологий, науки и так далее, и так далее. Вот для них эта ситуация была возможна. Жить физически где-то, а продолжать работать на российскую экономику, грубо говоря. А это получается, слушай, да, понятно. А получается, что российское государство вот сейчас, через несколько месяцев, после начала известных событий, после которых начался известный отъезд из известной страны, они только сейчас спохватились. Российское государство бесится. Российское государство бесится. Российское государство постепенно звереет. Вот в чем дело. Российское государство ищет, чтобы еще ему такого сделать, для того, чтобы поддержать вот эту ситуацию социального напряжения, социального противостояния, социальной ненависти, которая необходима для войны. Вот эта ситуация своей. Они уехали, они ограбили нас, они унесли у нас, они нам должны, мы у них вернем, мы у них отнимем, мы их заставим, мы их прижмем. Без этого войны не будет, война требует вот этой интонации, война требует вот этого вот разговора, как бы сплевывая длинную струю слюны через дырку в зубах. Вот это обязательно нужно делать, если вы воюете, а иначе ничего не получится, а иначе люди как-то оглянутся вокруг, ужаснутся и скажут, а что собственно происходит, а почему столько крови, а почему столько несчастий, а почему столько убитых, столько разрушенных, а за что это, кому это надо, почему это происходит? А потому, что нас все ненавидят, нас все ограбили, у нас все отняли, у нас все увезли, мы все вернем, мы заставим, мы отнимем, мы выкрутим им руки, мы раздавим, мы поставим их на колени, мы заставим и так далее. Вот это разговор российского государства сегодня со своим собственным населением. Этот разговор нужно вести любыми доступными способами, на любую доступную тему, в том числе и на эту. И это, конечно, решение ровно из того же ряда, из которого и решение о том, что человек не имеет права не то, чтобы говорить правду, а просто человек не имеет права говорить на темы, на которые государство запрещает ему говорить. И это пришло уже, мы же видим это, это пришло к какой-то последней степени абсурда, когда людей судят не за то, что они что-то сказали, не за то, что они что-то написали, а за то, что они косвенным образом в виде какого-то значочка, смайлика, эмодзи, там чего-то еще, выразили свое отношение. Вот кто-то поставил... В виде кавычек, в виде какого смайлика, кавычек. Смайлик это уже жирно очень. Конечно, не там поставил кавычки, причем поставил две пары кавычек в одной и той же фразе, как мы видели в одном из случаев, и одна из двух пар кавычек была правильная, а другая из двух пар кавычек была вредная, и вот за нее нужно наказать. И все это внутри одной фразы. Я ничего не преувеличиваю. Погуглите, пока можно гуглить, посмотрите, пока можно смотреть в интернет, и вы увидите эти случаи. Люди должны пребывать в состоянии ненависти и агрессии. Государство поддерживает в них эту ненависть и эту агрессию всеми силами. В том числе оно накапливает эту ненависть в отношении тех, кто посмел уехать. И это относится и к организациям типа Сахнута, которые имели наглость кому-то в этом оказывать содействие, кому-то помогать упаковывать, я не знаю, коробки и чемоданы для того, чтобы уезжать в какую-то другую страну. И это касается и тех, кто платит по-прежнему, продолжает платить деньги своим сотрудникам. Ведь в России есть огромное количество работодателей сегодня, которые отнеслись к отъезду своих сотрудников с пониманием, которые не выходят на улицу и не выкрикивают никаких антиправительственных лозунгов, а просто тихо говорят своим сотрудникам. Ну что, чувак, мы тебя понимаем, ну что же делать, ну ты хочешь уехать, ну уезжай, ну продолжай работать, мы будем продолжать тебе платить, ты, пожалуйста, делай свое дело, нам твоя работа нужна, ты нам как сотрудник очень нравишься. И в конце концов мы уважаем твое право жить там, где ты хочешь жить. То же самое происходит с собственностью, то же самое происходит с недвижимостью, и государство последовательно начинает за этим гоняться. Мы помним, что в самом начале войны появились известия о том, что люди, которые уехали или там имеют какие-то документы на жительство в недружественных странах, а сегодня, собственно, в список недружественных из каких-то понятных нам стран не входит тот же самый Израиль только. Все остальные давно уже там, а Израиль будет через пять минут, в этом нет никаких сомнений, что он там будет. Ну вот последняя порция, которая оказалась недружественными, это несколько балканских стран, которые всегда традиционно были союзниками России, всегда как бы подчеркивалось с ними какое-то специальное родство и специальная какая-то близость. Это вот там какое-то славянское братство, православное братство, еще какое-то братство-сестринство и всякое такое. Вот. А с другого конца это Греция, которая тоже как-то была долгий год, даже считалась каким-то слабым звеном в цепи Европейского Союза, что вот это одна из тех стран, на которые Россия вроде как может положиться при решении там каких-то сложных задач. И тут все испортили, и тут все пошло, как бы это сказать, по борозде в этих всех, на этом всем военном фоне. Ну вот. И это той же логики. Это ровно та же часть. Людей нужно ненавидеть и учить ненавидеть других. Тогда создается военная атмосфера, тогда становится, можно эту войну продолжать, тогда появляется мотив для продолжения войны, а иначе, не дай бог, люди задумаются. Последний сюжет, слушай, я смотрю, что у нас осталось 10 минут буквально. Про зерно или про газ, или про оба? Ну, давай с зерна, на самом деле, начнем, да, потому что уж больно много, я вижу, честно говоря, уж больно много какой-то каши, если говорить про зерно, да, из зерна получается. Каша обычно. Но плохо, когда это каша в голове. Вот один из моих слушателей задает мне вопрос, а вот что я думаю о том, эта сделка, повлияет ли она на то, что Европа смягчит свои санкции против российского экспорта зерна и отменит запрет на экспорт российского зерна? Получаю я вот такой вопрос. Ты слышишь этот вопрос, да? Ты понимаешь, о чем идет речь? Это и есть каша в голове. Значит, дорогие друзья, не существует никаких ограничений на экспорт российского зерна в какие бы то ни было страны мира. Наоборот, это Россия накладывает эти ограничения, это Россия запрещала экспорт зерна и сахара, как замечу я в кавычках, в скобках. Более того, Россия долгие месяцы атаковала других участников Евразийского экономического союза, Казахстан, Киргизстан, Белоруссию, с тем, чтобы они тоже ограничили свой экспорт. В частности, Россия даже запретила поставлять зерно в эти страны для того, чтобы они ничего не могли реэкспортировать. Это классический случай, как с эмбарго на продовольствие. Вот злые американцы и англичане нам не дают своих продуктов, как-то запрещают нам вкусно кушать. На самом деле вкусно кушать вам запрещает Путин, который объявил эмбарго и запретил поставку в Россию колоссального количества продуктов питания еще в 2014 году. Вот та же история и с этим. Так что очень много каких-то странных перевернутых взглядов по этой части. Как там, что устроено. В действительности ситуация очень простая. Вот тут простая. Ситуация заключается в том, что экспорт зерна из Украины – одна из последних оставшихся действующих, функционирующих, один из последних элементов функционирующей экономики Украины. На самом деле надо ведь понимать, что Украина разрушена не только физически, просто расстреляна, развалена и превращена в руины и в пожарища. Украина разрушена экономически. Никто не платит ЖКХ, никто не собирает налогов в значительной части. Предприятия не отгружают свою продукцию, ничего по стране не передвигается, как это происходило в мирное время. Одна из немногих вещей, которая продолжает или продолжала бы работать – это экспорт из Украины. И вот были заключены сделки, две параллельных сделки. Вот это тоже важно понимать, что Россия с Украиной ни о чем не договаривалась в этой ситуации. Не существует никакой договоренности между Россией и Украиной относительно экспорта украинского зерна из украинских кортов. На самом деле есть два параллельных договора. Один договор между Россией, Турцией и ООН, трехсторонний, и другой договор параллельный, такой же точно, между Украиной, Турцией и ООН. Два одинаковых договора, Турция и ООН, в данном случае, являются сторонами в двух отдельных договорах. О чем они? О том, что украинское зерно будет беспрепятственно двигаться из трех назначенных украинских портов на Черном море, более-менее в районе Одессы, они все три, будет двигаться через Черное море и туда дальше, куда, собственно, они предназначены. И эти корабли, на которых это будет происходить, не будут использоваться ни в одну, ни в другую сторону для провоза чего-нибудь другого, чего-нибудь, какого-нибудь военного назначения. И будет ситуация, в которой Украина при содействии Турции будет разминировать воды вблизи этих портов, а Россия, со своей стороны, обязуется не пользоваться этим разминированием для атак на эти порты. И, простите, ради бога, у меня здесь форс-мажор, я должен, мне ломятся в дверь, я должен человека остановить на одну секунду. Хорошо, да, я продолжу тогда просто, продолжу эту тему, пока там, я надеюсь, что все в порядке. А, я не успела, у тебя ломятся. Да, все хорошо. Ну вот, просто мне кто-то дербанил в дверь, я здесь, я говорю с вами из номера отеля, поэтому люди не обязаны знать, что у нас тут происходит, что я нахожусь в прямом эфире. А я табличку всегда обязательно вешаю, не беспокойтесь. Да. Ну вот. Короче говоря, да, короче говоря, он будет наблюдать за этой ситуацией, да, и ее координировать в Стамбуле. Немедленно, вслед за подписанием этих двух договоров, российская армия атаковала Одесский порт. И, ну, объяснения, как всегда, одни и те же, там было сложно что-то секретно-ракетно-военно-подземное, там было совещание важных военных деятелей или еще что-нибудь вроде этого. Еще была промежуточная версия, это наглая ложь, и это не совсем мы. Да, сначала немножечко как-то по традиции, сначала немножко пообсуждали, что, собственно, что это не мы, и это как-то вообще неизвестно, откуда прилетело. Но имея среди своих сотрудников людей, которые никогда не бывают трезвыми и как-то всегда выступают в каком-то странном взвинченном состоянии, несут бог знает что, довольно трудно придерживаться каких-то логичных позиций. И господин Захаров в свойственном ей стиле благополучно что-то такое понесла. Ну, пришлось признать, что это все-таки мы, но тут оказалось, мы в смысле Россия, но тут оказалось, что, конечно, там были сложные ракеты важные или еще что-нибудь вроде этого. Местные жители говорят о том, что обстрел пришелся на насосную станцию, грубо говоря, на водокачку, что какой-то портовый буксир пострадал при этом. Нет никаких сомнений, что этот обстрел представляет из себя политическую демонстрацию. Эта политическая демонстрация заключается вот в чем. В следующий раз будете договариваться с Россией. Я думаю, что послание именно вот это, что, ах, вы как-то договариваетесь с ООН и с Турцией? Ну, спрашивайте тогда с ООН и с Турцией, кто и во что у вас там стреляет и что такое? Вы с нами. А зачем такая подстава для товарища Эрдогана, который уже, в общем, почти в одиночестве остался среди российских... А не устраивай сложных конструкций. А не тяни на себя одеяло. А не устраивай сложных конструкций. Россия таким образом, российское руководство, политическое прежде всего руководство, настаивает на том, что договоренности должны происходить с ним, а не в каких-то сложных конфигурациях, параллельных договорах с участием ООН или чего-нибудь еще. Мы вам ничего не обещали. Мы вам ничего не гарантировали. Мы вам гарантировали, что мы не воспользуемся разминированными маршрутами для плавания по Черному морю. Ну, мы и не пользуемся разминированными маршрутами. А разве мы по этим договорам обязались во что-нибудь не стрелять? Нет, этого не было. Ну, не обязались. Ну, вот мы и стреляем. А в чем, собственно, проблема? На самом деле, это еще один элемент. Общего понимания мира, что Россия оказывается вне поля какой-то человеческой логики и вне возможностей для юридических договоренностей. Россия сегодня безумный объект. Объект, который управляется безумцами и который ведет себя в соответствии вот с этой логикой безумия, который предполагает только разрушение, только войну, больше ничего. И постепенно вот это понимание того, что договариваться нельзя, и именно поэтому Россия требует, чтобы договаривались только с ней и не с кем больше, и эта уверенность становится все крепче. И я здесь перекинул бы мостик вот в последнюю оставшиеся полминуты к той теме, на которой у нас не хватило времени, к газовой теме. Происходит сейчас, собственно, уже открытый газовый шантаж. Россия последовательно, пользуясь разного рода надуманными причинами, снижает свои поставки газа в Европе, думая, что она сейчас таким способом на кого-то надавит. Добивается она при этом прямо противоположного понимания того, что с этим вообще в целом нужно заканчивать. Нужно заканчивать с зависимостью от России в энергетической, в частности, газовой сфере. Нужно сделать так, чтобы этот разговор вообще в целом прекратился не разбирать его на отдельные слова и фразы, а просто прекратить об этом разговаривать, о каких-то поставках из России. Мир идет в этом направлении, и, несомненно, это движение остановить уже невозможно. Сергей Пархоменко, спасибо ему в программе «Особое мнение». С вами была Ольга Бычко. Лайки успеете еще, пожалуйста, поставить. Пока мы с вами прощаемся. И до встречи через неделю. Пока, да, и сегодня еще через пару часов по московскому времени после семьи. Артемий Троицкий у нас тут. Артемий Троицкий у нас тут.